Вы смотрите молодежный интерактивный проект Пинкод. Меня зовут Татьяна Матусевич. Всем большой привет, друзья! Ну что же, не за горами, 9 мая. И я хочу, друг мой, чтобы ты обратил внимание на новшество, которое мы видим в нашей официальной группе во Вконтакте. В частности, вот этот вот пост. Посмотри на него внимательно. Если твой прадед ушел из Запобеды, и ты знаешь, где он ее встретил? В Берлине, в Праге, в Будапеште, а может быть в Кёнинсберге или в простой маленькой европейской деревушке, расскажи нам свою историю. А мы поможем тебе рассказать ее всей стране. Присылай свои истории на почтовый ящик за победой собачка tvr.by. Мы ищем истории белорусов, которые добывали победу, и у них это получилось. Нам интересно все, откуда ушел на войну, где воевал, где и как встретил победу. Важно! Мы ищем истории белорусов, встретивших 9 мая 1945 года на фронте. Ну что ж, мы продолжаем изучать нашу официальную группу во Вконтакте. Здесь ты найдешь, во-первых, беседу, пин-код Беларусь2, она называется. Если ты еще не с нами, обязательно подключайся, присоединяйся. Там можно обсуждать новости, можно эфир в режиме онлайн обсуждать, почему и нет. Делись своей какой-то интересной информацией, пиши любые просьбы, предлагай темы будущих эфиров. Мы все читаем, мы все принимаем. Ну и двигаемся дальше по группе во Вконтакте. Совсем скоро у нас в гостях появятся создатели VR-гаубицы. И если у тебя есть вопросы в сфере IT, в сфере геймдизайна, обязательно задай их нашим гостям под вот этим вот постом. Ну что же, а пока давай узнаем, чего же интересного и полезного для тебя мы сегодня подготовили. Сегодня в программе. Хотел стать рыцарем, а стал преступником. Реальные истории белорусских подростков, которые переступили черту закона, сами того не зная. Это наяву или сон? Ответим на все вопросы про виртуальную реальность с нашими гостями. С пометкой «Строго секретно» новый выпуск лайфхаков в завершении нашей программы. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Ох и богат эта неделя на праздники. До 8 марта осталось 4 дня. Но сегодня, в канун самого нежного весеннего праздника, мы отмечаем праздник для сильных духом людей. Дело в том, что 4 марта – День белорусской милиции. Это прекрасный повод поблагодарить сотрудников Министерства внутренних дел за доблестную службу. Пин-код, кстати, даже подготовил подарок – уменьшение количества преступлений, совершаемых подростками. Каким образом мы это сделаем, я сейчас объясню. Дело в том, что многие преступления подростки совершают не из-за злого умысла, а из-за того, что потому что не знают, что за то или иное преступление можно понести административную или даже уголовную ответственность. Но в нашей рубрике «Преступление и наказание» мы рассказываем о реальных историях, произошедших с белорусскими школьниками. И очень надеемся, что ты, друг мой, будешь учиться на чужих ошибках. И, внимание, давай смотреть первую историю. Быть на спорте сейчас модно, но в погоне за идеальным телом многим уже недостаточно обычных тренировок. Владимир занимается фитнесом, и перед началом соревнований по совету своих товарищей он решил приобрести таблетки для похудения. Наш герой не стал утруждать себя изучением состава и смело заказал таблетки через интернет. А потом также смело употреблял, не подозревая, что в таблетках для похудения содержится запрещенное наркотическое вещество. Через месяц на подозрительный блистер обратил внимание тренер Вова, и этот день навсегда изменил жизнь вчерашнего спортсмена. К сожалению, в жизни подобные ситуации случаются довольно часто. И несмотря на то, что Владимир не знал, что он принимает, он понесет ответственность за хранение наркотиков по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И понесет наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Да, оказывается, что испортить жизнь простой покупкой в интернете очень просто. Поэтому всегда внимательно следите за тем, что и где вы покупаете. Если же вы все-таки решитесь приобрести какой-либо препарат, то советую обратиться к специалисту, и уже именно он выпишет вам препарат, который поможет вам улучшить свое тело. Вот такое вот похудение ценой в свободу. Эта история, которую мы подготовили при поддержке Могилевского института МВД, в очередной раз доказывает. Покупки в непроверенных магазинах и через интернет могут быть опасны. И не стоит покупать средства неизвестного происхождения, даже если его рекламируют блогеры-миллиольники или какие-то там звезды эстрады. Дело в том, что совсем недавно, сейчас вам, друзья, покажу, вот такую вот голубую, чудо-голубую жидкость рекламировали просто, мне кажется, все. От Ольги Бузовой до Кати Деденко. Но одна блогер, Кать Коносова, дала вот эту вот сыворотку на независимую экспертизу, где выяснилось, что в разрекламированной голубой водице находится опасный антибиотик, который категорически запрещен в косметике. Школьники скупали эту косметику, не думая, ну потому что они мечтали об идеальной коже без прыщей, но в итоге они получили вот это вот. Я думаю, такого исхода они точно не ожидали. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вывод вы сделаете правильный самостоятельно, но я еще раз напомню, что приобретайте, пожалуйста, косметику только в проверенных магазинах, а таблетки только в аптеках, чтобы не было вот такого. Я, честно говоря, даже смотреть на эту картину не очень хочу, потому что выглядит она очень страшно. Ну что же, а на пути у нас уже на подходе следующая история. Давайте с ней прямо сейчас познакомимся. А стильные татуировки на плече Вася мечтал с пятого класса. И вот, наконец, в честь 16-го дня рождения мама подарила ему сертификат в тату-салон. После того, как мечта Вася сбылась, он немедленно сфотографировал татуировку и разместил фотографию на своей личной странице ВКонтакте. И тем самым подвел себя под действие статьи за публичную демонстрацию и распространение нацистской символики. Несмотря на то, что Васе всего 16 лет за свое преступление, он понесет административную ответственность. Василию грозит штраф в размере до 250 рублей или административный арест, который выражается в изоляции от общества сроком до 15 суток. Но из-за этой фотографии пострадает не только гордый обладатель татуировки, но и его друзья. Ребята, которые лайкнули указанную запись, не будут привлекаться к ответственности. А вот Дима, который репостнул указанную запись, уже понесет наказание в виде штрафа до 250 рублей или же административный арест с изоляцией от общества до 15 суток. Будьте внимательны со всем, что размещаете и репостите в социальных сетях. Зачем создавать себе лишние проблемы? И вот чтобы у тебя не было тех самых лишних проблем, давай рассмотрим несколько пунктов, что категорически запрещено размещать в социальных сетях. Итак, первая нацистская символика. Я думаю, ты внимательно смотрел предыдущее видео и сам это уже понял. Двигаемся дальше. Фильмы, фото и видео, в которых пропагандируется насилие и жестокость. Кстати, социальная сеть Инстаграм порой как бы закрывает такие посты и спрашивает у тебя разрешение. Хочешь ты посмотреть на вот это или не хочешь, ты уже сам решаешь или пролистываешь ленту далее. Двигаемся дальше. Третий пункт. Фильмы, фото и видео с ротикой или порнографией. Я думаю, тут какие-то комментарии излишни, все и так понятно. Двигаемся далее. Информация о частной жизни других людей. К такой информации относятся записи телефонных разговоров, переписка, личные данные, номер паспорта, телефона и так далее. Запомни, чтобы опубликовать скриншот с кем-то, обязательно спроси разрешение. Даже если это какая-то шуточная беседа, какие-то приколы. В любом случае разрешение будет не лишним. То же самое работает и с документами. Если хочешь опубликовать чьи-то данные, нужно спросить разрешение. Двигаемся дальше. Клевета и оскорбление. Так что, если ты хочешь наговорить чего-то на свою заклятную подружку, опозорить ее, тоже остановись и несколько раз подумай. Потому что, скорее всего, это выйдет тебе боком и пострадаешь ты сам. Ну что же, пострадать, кстати, можно из-за благородных мотивов. Герой нашего следующего сюжета хотел стать, кем вы думаете, рыцарем. А вот кем стал, мы увидим в следующем видео. Порою даже самые благородные поступки могут привести к неприятным последствиям. Ведь главный герой легко превращается в злодея. Сергей, отдыхая в кафе, заметил, как парень в оскорбительном тоне пристает к официантке. Он решил за нее заступиться, подошел к парню, сказал, давай выйдем на улицу, в результате чего возникла перепалка, и Сергей ударил парня по лицу. Да, возможно, наш герой хотел выглядеть рыцарем, но в данной ситуации сам стал хулиганом. Прежде чем выходить на улицу и пускать в ход кулаки, Сергею следовало бы просто поговорить с этим парнем в помещении, в присутствии тех же работников кафе. Если бы разговоры не помогли, то следовало бы при помощи охранников или тех же сотрудников кафе выпроводить хулигана на улицу. Или же самый простой вариант – вызвать сотрудников милиции. Однако Сергей решил сам наказать хулигана, вышел с ним на улицу и ударил кулаком по лицу, чем причинил ему телесные повреждения. Эту перепалку в кафе Сергей запомнит надолго, ведь она заберет у парня несколько лет жизни. И несмотря на то, что мотив его действий благородный, он хотел заступиться за официанку, в данном случае он ничем не отличается от того же хулигана. Его действия могут квалифицироваться по трем разным статьям, и ответственность будет зависеть от степени, причиненной им телесных повреждений. Он может понести ответственность в виде штрафа или общественных работ, а также лишение свободы максимальным сроком до 8 лет. Ну что же, выводы делайте сами. Но я как старушка с нравоучениями еще расскажу, что прежде чем лезть в драку, 10 раз подумаю, потому что желание выпустить парню может вам дорого стоить. Также, друг мой, хочу тебе напомнить, что я тебя жду в нашей социальной группе ВАВКонтакте, а точнее в беседах, которые есть вот здесь. И напиши, пожалуйста, вообще, как тебе эти сюжеты, которые мы только тебе показали. И мне очень интересно ваше мнение, знал ли ты о том, что преступления, о которых мы вот только что рассказывали, предусмотрено наказание. Все твои сообщения я вижу, я буду их читать. Ну а пока давай посмотрим еще одну историю. Кстати, там она касается особенно тех, кто пристрастился к такой вредной привычке, как курение. Давай смотреть. Саша – курильщик неопытный. Сигареты при себе носит редко и не стесняется стрелять их на улице. В этот раз парню повезло. Прохожий с радостью поделился сигареткой. Вот только забыл сказать, что в ней – марихуана. После того, как Александр выкурил сигарету, он стал вести себя странно. Он еще на тот момент даже не подозревал то, что в сигарете с никотином находится марихуана. Его действия привлекли внимание сотрудников патрульно-постовой службы, в результате чего Александр был задержан. И в отношении его был составлен протокол об административном правонарушении. И тот факт, что Саша не знал о запрещенном веществе в сигарете, не освобождает от ответственности. Взял сигарету, должен взять и ответственность за нее. Несмотря на то, что Александр не знал, что в сигарете находятся наркотические средства, а именно марихуана, он все равно будет привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 17.3 Кодекса об административном правонарушении, а именно нахождение в общественном месте состояния наркотического опьянения без рекомендации врача специалиста, за что будет ему предусмотрена санкция в размере штрафа до 10 базовых величин. Но материальное наказание не самое страшное, что ждет Сашу. Это он поймет позже, уже во взрослой жизни. Составление протокола об административном правонарушении может очень сильно изменить твою жизнь, а именно закрыть тебе поступления в какие-либо силовые учреждения, подразделения. А также могут возникнуть вопросы при поступлении, например, на врача или же педагога. Друзья, мы очень надеемся, что все эти истории были для вас поучительными. И помните, что незнание не освобождает от ответственности. Неважно, знал герой первой истории о запрещенном веществе в таблетках или не знал, он все равно будет отбывать наказание. Саша, кстати, из последней истории, который стрельнул обычную сигарету, но попался с марихуаной, тоже будет нести ответственность. Так что будьте бдительны и не забывайте обо всем хорошем, чему мы вас учим. Друзья мои, прямо сейчас я хочу, чтобы вы зашли в нашу официальную группу во ВКонтакте и под вот этим вот постом, где мы ждем твои вопросы в сфере геймдизайна, в сфере IT. Все, что тебя волнует, все, что ты хочешь узнать, прямо сейчас напиши, потому что мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а после нее гуру в этой сфере ответит на все твои вопросы. Так что дождись и оставайся с нами. А я напоминаю, что вы по-прежнему смотрите молодежный интерактивный проект «Пин-код», и мы работаем в прямом эфире. Мы продолжаем. Прямо сейчас в нашей студии находятся ребят, которые создали виртуальную гаубицу. Давайте с ними знакомиться. Итак, Игорь, Дмитрий и Александр. Добрый день. Друзья мои, милые мои, хорошие. Давайте вообще расскажем для меня, для наших зрителей, что такое гаубица. Гаубица – это пушка времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Это просто некий симулятор максимально аутентичный, максимально приближенный к оригинальному орудию. Естественно, он более упрощенный, как аттракцион. То есть, ну, это пушка, фактически это пушка. Я думаю, что ребята, которые играли во всякие игры типа Call of Duty и все остальное, видели такие орудия очень много раз в играх. Я не хочу опережать вопросы наших зрителей, потому что у них есть что спросить у вас. И прямо сейчас давайте переместимся в нашу выездную студию и послушаем первый вопрос. Чем отличается VR от AR? Ну, здесь, если очень обобщенно, есть понятие виртуальной реальности, есть понятие дополненной реальности. VR – это виртуальная реальность, а AR – это дополненная. То есть, виртуальная реальность – это когда вы одеваете очки и сопутствующие, условно говоря, приспособления для того, чтобы полностью погрузиться в виртуальную среду и уже с ней взаимодействовать. Можно на очень простом уровне, ну, скажем, просто… Ну, вот, например, надели мы очки и что происходит? Ну, вы надели очки и просто, ну, не знаю, вы едете на мотоцикле, условно говоря, да, вас немножечко поворачивают. И более глубинное погружение. Есть, скажем так, стартапы, в том числе очень известный белорусский стартап, который позволяет прямо надеть костюм, который тебе… То есть, ты что-то поднимаешь и чувствуешь, как у тебя… Ты чувствуешь, что ты что-то поднимаешь за счет электро всяких моторчиков и так далее. То есть… Это VR. А, то есть ты надеваешь помимо очков еще костюм специальный? И тебя только будет бить? Количество гаджетов, да, да, немножечко бьетоком. Количество гаджетов, которые сопутствуют в виртуальной реальности, достаточно большое количество. В самом классическом подходе, то есть это просто очки, которые тебя куда-то переносят, да? Так, хорошо, дополненная. Про дополненную реальность – это, скажем, когда некая реальность виртуальная взаимодействует с физическим миром. То есть, словно говоря, вы идете с вашим телефоном, вот вы идете с вашим телефоном по улице, да, и у вас на экране выскакивают различные обозначения там, что это за ресторан, какая у него средняя оценка, да. Либо, скажем, вы приходите в какой-нибудь виртуальный класс и при помощи телефона можете использовать какие-то виртуальные клавиши для работы с каким-нибудь интерфейсом. То есть в дополненной реальности мы не используем каких-то дополнительных гаджетов, кроме телефона? Нет, вы можете, ну, есть очки, которые позволяют работать с дополненной реальностью. Тут надо понимать сам подход, да, что с дополненной реальностью вы не переноситесь полностью в виртуальную реальность. Вы видите свой физический мир, вот как здесь эта студия. Ну, скажем, вот прямо здесь передо мной может появиться какие-то кусочки интерфейса, которые я могу, например, нажимать и регулировать свет и так далее. То есть помните, игра была такая, покемон, да? Это вот что? Это дополненная реальность. Когда мы видели вроде все как есть, но кое-где выскакивали вот эти вот покемоны. Покемоны дополняют реальность. Все правильно. Они могут появляться. Прямо ответили на этот вопрос. Хорошо. Есть вопрос еще у наших зрителей. Давайте послушаем следующий. Вы не боитесь, что ваш аттракцион будет плохо влиять на психику людей? Как-никак ты держишь в руках оружие и убиваешь. Дмитрий, может быть, вы ответите? Ну, абсолютно точно нет, потому что наша игра, все элементы игры, они обезличены. То есть у нас сюжет игры – это сражение техники, противостояние нашей пушки, гаубицы и вражеской техники. Там нет абсолютно никаких сцен насилия, там нет людей, в принципе, да? То есть вот, и поэтому абсолютно точно нет. То есть здесь стоит воспринимать нашу игру, как вот мы своей пушкой ломаем вражеские танки, да? То есть это первый момент. И второй момент. Сюжет нашей игры – это защита. То есть сам игрок – это не агрессор, он защищает завод. Родину. За нами завод. Родину. Защищает Родину, все верно. Поэтому здесь, ну, наоборот, я бы сказал, что игра будет вызывать какие-то более патриотичные чувства, воспоминания, впечатления. Хорошо. А почему военная тематика? Вот вы мне скажите, вы солдатиков коллекционировали, мечтали испахать Родину. Наверное, я. Почему? Я до пушки занимался похожими проектами виртуальной реальности. Мы создавали иные симуляторы, вот. И как-то мы один день проснулся и решила, почему бы свое что-то не придумать. И так как я был, люблю эту военную технику разную, то выбор пушки был очевиден. Мы, почему бы не сделать пушку? Вот так и все. Все банальное просто. А вообще кто придумал? Чья идея? Это была моя идея. Изначально, да, я… Ребята, как приглянулись? Да, ну ладно, хорошо. Хорошо. Изначально мы предварительно съездили на линию Сталина. Мы обошли всю экспозицию, как бы, и примерно знали, как она должна была выглядеть. И после этого, как бы, я начал проектировать ее из 3D в 3D. Это заняло у меня где-то примерно год. И потом, через полгода, мы уже получили опытный образец в металле. То есть она выглядит один в один как настоящая? Она выглядит, ну, как… Или как игрушечная? Как вам сказать? Она больше выглядит, как настоящая, потому что мы брали, ну, пример с настоящих пушек. Если не вдаваться в детали… В детали, да. Да, она выглядит, выглядит как настоящая. Короче говоря, я как девочка вообще бы не отличила оригинал от вашего симулятора. Да, да, да. Все, 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 все. Да. Хорошо, двигаемся дальше. Есть еще вопрос. Можно ли научиться стрелять, занимаясь на тракционе? Я думаю, нет, абсолютно точно нет, потому что стрельба из настоящего оружия – это более сложная… Во-первых, это команда, да, то есть есть наводчики, есть люди, которые заряжают орудия, есть командир, который командует выстрел. То есть это команда. Скорее, тут просто если говорить про… можно не научиться стрелять, вы можете овладеть какими-то, есть понятия, кинематика, то есть как пушкой управлять, да, но это все в принципе. То есть вы можете поворачивать ее влево-вправо, понять физику, как опускается дуло, но стрельба – это совершенно более сложный, как говорили, дима. И пушка сама каким-то образом еще и двигается. Да, конечно, как наслаждается. В этом кайфе. Ну так вот, смотрите, глаза закрыл, и потом на настоящий можно уже ориентироваться. Да, у нас есть два маховика, которые… один маховик, когда ты крутишь вправо, он передает движение влево-вправо, а второй маховик, левый, который чуть повыше, он передает движение пушки вверх-вниз. В целом ощущение достаточно реалистичное за счет того, что воссоздана, то есть кинематика, то есть управление воссоздано, да, и второе у нас стоит вибрирующая часть, которая при выстреле вас подбрасывает, то есть некую отдачу вы все равно ощущаете. То есть вот это есть, да. То есть в упрощенной модели это действительно пушка с переданной физикой стрельбы, но стрелять, научиться на этой пушке точно вы не сможете. Короче говоря, 5% техникой можно овладеть. Я бы сказал 2%. 2%. Ну, этого достаточно. А у нас следующий вопрос. Почему вы создали именно гаубицу, а не танк, например? Вот гуляли вы по линии Сталина. Там, пожалуйста, столько всего представлено. Это на тебе пушка. Значит, наша пушка, она имеет ряд параметров. Значит, она должна быть, она хорошо транспортироваться из точки А в точку Б, допустим. И нашу пушку мы можем спокойно на одном полете отправить ее куда-то в любую точку России, либо в любую точку мира. То есть она у нас хорошо разбирается, собирается быстро. Она эргономична, на ней можно удобно и комфортно сидеть и играть. И поэтому выбор пушки был очевиден, потому что ее очень просто было воплотить в жизнь, нежели танк. Танк – это очень тяжелая техника. И, возможно, в будущем мы ее будем проектировать, но пока мы делаем пополще. Я наполню. Во-первых, пушка проще тем, что там всего два элемента управления. Для того, чтобы кидаться в сложную разработку типа танка, нужно с чего-то начать. А если говорить про наши планы, то у нас, во-первых, и танк есть. У нас есть вообще… Уже разработка танка есть? Ну, не разработка, но модели какие-то. У нас есть концепция военного парка, в котором стоит несколько видов техники, в том числе танк. Почему мы, собственно, на что мы ориентируемся? Мы очень много внимания уделяем ощущениям игрока. То есть если вы покатаетесь на любых аттракционах старой волны первой, то есть зачастую они очень плохо на вас влияют, вас начинает тошнить. А старые волны это какие? Это первое, знаете, это первое, когда садитесь в какой-нибудь шарик, вас начинает просто крутить. Нечто подобное, что было в 5-д кинотеатрах, когда вы просто сидите, да, вас начинает колбасить. Вы никак на это не влияете. Потом дайте, пожалуйста, пакет, я выйду. Так, а что же у вас происходит? У нас мы очень сильно заморачиваемся с тем, чтобы… И причем страдают от этого больше возрастные люди. Детям немножечко проще, возрастным, чем и старше, вам сложнее. Ну, я думаю, что если каждый, значит, сядет на качели на детской площадке, да, сделает 8 кругов, больше не полезет. То же самое и здесь. Когда вы садитесь на аттракцион, мы делаем так, чтобы все движения были плавные, чтобы передача движения чувствовалась, чтобы не было задержек. Потому что это очень сильно влияет. И это дает свои плоды в том плане, что наш сейчас аттракцион стоит в парке одном, да, то есть в Минском, в телепорте в Грин-Сити. И там, соответственно, мы получаем хороший фидбэк, что именно взрослая аудитория. Обычно как? Приходят папы с детьми, папа сидит, скучает, пьет кофе, да, а ребенок там, пап, слушай, классно. А сейчас и папы стоят в очереди, чтобы покататься на этой пушке. Это очень круто. Вот, поэтому мы вот этими вещами заморачиваемся. Так вот, чтобы сделать танк, вы должны сначала научиться с простых вещей. Но танк у нас тоже в планах, мы тоже его проектируем. У нас есть идеи, как классно передать. Потому что танк, он же должен ездить, вы должны ехать и чувствовать, как у вас все двигается под вами. Ну, мы обязательно потом протестируем. Ну, смотрите, я так понимаю, вы работаете в команде. Кто у вас главный? Кто за что отвечает? Вы знаете, слушай, Саша, у нас есть, что надо четко понимать, что у нас есть совершенно противоположные участники команды. Вот, есть Саша, есть Дима, они инженеры, опытные инженеры-конструкторы. Без них, без их идей, без их опыта работы с железом ничего бы не было. Мы с Димой больше отвечаем за некую техническую часть, игровую, маркетинговую. За IT-часть. За IT-часть. И здесь мы друг друга дополняем, потому что без друг друга мы бы не ушли. А вот, кстати, Карина Хелько интересуется, чем занимается геймдизайнер? Ой, как зовут девушку? Ну, Карина. Карина вскрывает такую сложную тему. Есть очень много. Геймдизайнер – это очень общая профессия. И в зависимости от студии, в зависимости от их специализации, он может сделать совершенно разные вещи. То есть геймдизайнер – это в целом человек, который… Есть специалисты, которые больше занимаются именно концепцией и контролировать. То есть простым языком – это менеджер проекта в игровой сфере. Карина, не переживай, геймдиза мы обязательно пригласим еще к нам в студию. Пока давай послушаем вопросы зрителей. Обязательно ли заниматься IT, чтобы разрабатывать такие аттракционы? Я считаю, что да, обязательно, потому что… Ну, по сути себе, аттракцион – это всегда какая-то инженерная база, это инженерное основание. Оно может быть пластиковое, железное, какое угодно. Вот. Но на этой базе всегда работают игры. Это всегда игры. Игры – это программирование, IT, дизайн. В общем, без этого никуда. По сути, то, что мы создали – это большой контроллер, это большой джойстик. 500-килограммовый джойстик, под который мы пишем, разрабатываем игры. То есть и джойстик будет один, игр будет много. Игры будут масштабироваться, добавляться новые карты, добавляться новые режимы по сети. Поэтому без IT абсолютно точно не… Ну вот вообще, чтобы сделать такой симулятор или игру в целом, какие навыки должны быть, какие люди вам нужны в команде? Ну, мы уже поняли, инженер. Да. Это должен быть, в первую очередь, инженер-конструктор, который занимается разработкой конструкторской документации. Так, кто еще? Вот. Это должен быть, в принципе, конструктор достаточный. То есть конструктор может заменить и технолога, и сделать какие-то передачи, произвести передачу от документации, перевести в производство. Это может делать конструктор. Остальные ребята нужны… IT-сфера? IT-сфера, конечно. IT-сфера конкретнее. Помимо конструктора, да, ну, нужно, во-первых, человек, который будет всем управлять и все контролировать. Потому что если нет менеджера продукта, да, это все будут разрозненные куски работы. Классно, когда ребята самодостаточно могут все это соединить. Но всегда нужен человек, который все это управляет. Помимо конструктора нужен, во-первых, программист. Неважно, в каком вы движке делаете. Есть разные движки для разработки игр. То есть вам нужен программист, который сделает. Вам нужен 3D-моделлер, который сможет вам сделать 3D-модели танка, 3D-модели самолетов, там, деревьев и так далее. Вам нужен, банально, вам нужно сделать классную озвучку. В идеале вам нужен человек, который займется звуком. Саунд-дизайнер. Он так и называется, саунд-дизайнер, да. То есть человек, который напишет музыку, напишет озвучку, голоса и так далее. Вам нужен художник. Для сложных игр мы сейчас говорим. В нашем случае у нас есть специалист, который занимается и разработкой игры, и, собственно, разработкой 3D-графики. В этом плане нам удобно. И еще в нашем случае, потому что мы все-таки не классический геймдев, мы железный геймдев. У нас еще есть специалист, который обеспечивает нам связку нашей железной части с игровой. Это специалист, который... Есть такая вещь, она называется Arduino, это плата, то есть такой микропроцессор, который позволяет соединить игру с железной частью. То есть в целом наша команда сейчас 6 человек, которые, ну, и мы делаем, в принципе, вот этой бандой мы делаем все, что сейчас делаем. Вот так вот в одиночку работать очень сложно. Так что, друзья, кто в чем силен, объединяйтесь и создавайте свое комьюнити. А мы послушаем еще один вопрос. Где можно пострелять из вашей виртуальной пушки? И сколько это стоит? Где? Мы уже услышали, да, что в парке есть. А сколько? Давайте цена вопроса. Ну, лучше, наверное, спросить в телепорте, но я думаю, что это будет стоить от 5 рублей за сеанс. Сеанс? Сколько минут мы будем кататься, стрелять? Это будет от 5 до 7 минут сеанс. Кстати, вот по поводу вашего стартапа. Сколько с финансовой точки зрения нужно, чтобы вот что-то такое сделать? Ладно, сколько вы потратили, я спрошу прямо? Мы потратили 30 тысяч долларов. Своих. То есть 60 тысяч белорусских рублей. А как заинтересовать кого-нибудь инвестора, чтобы тебе дали такие деньги? Ну, это собственные средства наши. У меня больше нет вопросов, но вопросы есть у наших зрителей. Какие локации существуют в игре? Места вымышленные или созданные с помощью географических знаний? Сейчас у нас две локации. Скорее, там идет упор не на саму локацию, а как бы на режим игры. Первый режим – это танковое сражение. То есть в первом режиме пушка, которая должна остановить танковое наступление. Продержаться вам нужно 5 минут, удержать последний рубеж. Вторая локация – это зенитка. Зенитка, которая должна отбить наступление из воздуха. Локации полностью вымышленные. То есть никакой истории. Ну, просто история придумана. То есть в одном режиме мы должны защитить завод. За нами стратегически важный завод. Мы не должны дать его разбомбить. Во втором случае мы должны удержать высоту, чтобы танки не прошли куда-то дальше. А вот если у наших зрителей появится какая-то идея своей карты, они могут вам рассказать, «Ребят, вот давайте так свою нарнию построим». Ребят, ну если вы нам пришлете классных идей, мы даже вас покатаем. Но по большому счету у нас есть свои идеи, которые будут дальше делаться. В первую очередь нам нужно сейчас заняться тем, чтобы сделать мультиплеерный режим. То есть чтобы пользователи могли играть друг против друга, либо друг с другом вместе оборонять какую-то высоту и так далее. Тут очень важна еще сама динамика. Потому что первая карта танковая более спокойная, самолетная более динамическая. И когда будет... Есть еще третья идея, но мы ее будем проверять сначала внутри. Не будет ли это скучно, не будет ли это сложно и так далее. А вот как вы понимаете, зайдет, не зайдет, понравится, не понравится. Если вам нравится, значит и им понравится или как? Да. Но вообще по большому счету для того, чтобы собрать некий репрезентативный, такое слово применю, срез, нужно продать сначала пушек тысячу, наверное, 100 тысячу и взять фидбэк. Пока что у нас единицы проданы, поэтому здесь мы скорее смотрим по запускам. Мы видим, что наши пушки запускаются достаточно активно. Это говорит для нас, что людям нравится. Поэтому... Ну и, конечно, когда вы сами садитесь, мы в целом не 15-летние ребята. Мы смотрим, как своя целевая аудитория. И нам кайфово, мы кайфуем. Есть еще один вопрос у наших зрителей. Давайте быстренько его послушаем. Софт, геймдаф. Что значат все эти слова? И какие еще есть интересные айтишные термины? Давайте быстро. Топ-5 терминов, например. Пожалуйста, Игорь. Давайте, может, с вас. Вы знаете, терминов миллионы. Ну, я в руках. Самые основные? Тысячи. Ну, э... Все задумывались, Дима, помогайте. Такой вопрос. Можно послушать любую беседу штатную. Это сокеты, сокеты, процессоры, Ардуино, контроллеры, да? Что это такое? Это... Остометры можно добавить в нашем случае. Ну, слушайте, у каждого своя. Мобильные разработки, игры для телефонов будут свои термины. Если вы работаете на западный рынок, у них будут свои термины. Например, мы, ребята, то есть мы помимо того, что имеем стартап по разработке железа, то есть мы вот с Дмитрием владельцы собственной веб-студии, да? То есть, соответственно, мы делаем проекты, сайты. И у нас своя терминология. Мы работаем на российский и белорусский рынок. Если бы, скажем, мы, например, работали на западный рынок, мы бы вместо слова «назначить задачу» использовали бы «ассайнить задачу». То есть все очень... Ой, боже, 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 какие страшные и сложные слова. Это все англо-лицизмы, да? Да. Поэтому, молодой друг, не заморачивайся с терминами. Открывай Википедию и изучай своему соединению. Нет, лучше выйди на улицу, классное солнышко светит, погуляй, подыши, поедай на велосипеде, сделай уроки, выбери правильный вуз и учись. Вам спасибо огромное за то, что пришли. Пусть ваш стартап процветает. Ну и ждем вас с новыми разработками. Следующий танк? Да. Обещаете? Да. А у нас все записано. Мы прервемся на небольшую рекламную позу, после которой тебя ждет топовая подборка лайфхаков. В новом выпуске лайфхаков хочу вам рассказать про вещь, которая категорически запричена в школах, но пользуется уж очень большой популярностью среди учащихся. О чем это я? Сейчас увидишь. Это лайфхаки. Полезные советы на каждый день. И сейчас ты узнаешь, как обхитрить преподавателя и при этом не попасться. Только пообещай проделывать эти махинации только в самых экстренных ситуациях. Погнали. Если тебе разрешили оставить на парте учебник, это просто бинго. Потому что в книге можно спрятать листок с нужной тебе информацией. Но помни, листок должен быть с максимальной конспирацией. Поэтому возьми А4. Я сейчас про листок бумаги и разрежу его на несколько частей. На каждой напиши полезную информацию. Затем расформирую листочки так, чтобы они были видны в учебнике буквально на полмиллиметра. Как только появится возможность, аккуратно вытащи бумажку и действуй. А когда-то у меня получалось списывать прямо с телефона. Но сейчас размер гаджетов такой большой, что ни в рукав, ни в сапог его не спрячешь. Оказывается, у гигантов есть братья меньшие, с которых очень удобно подсматривать информацию. Схема банально проста. Находим нужные данные, сохраняем их в заметках или делаем скрим. И в любой удобной ситуации пользуемся. Перейдем к десерту. Только он нам нужен не для подпитки наших знаний. На экзамене, контрольной или самостоятельной работе учителя просят убрать все лишнее со стола. Но вот маленький батончик вряд ли попросят спрятать в портфель. Так вот, на обратной стороне шоколадки будем делать нужная пометка. И в любой подходящий момент подглядываем. Но если учитель заметит, быстро съешь улики. Не лишним будет наш десерт запить. Уверенность сделать глоток воды тебе вряд ли запретят. Поэтому перед контролем напиши маленькую шпаргалку. И помести ее за этикетку. Ну или же сделай небольшие пометки на самой бутылке. В общем, как тебе удобно. На сегодня это все советы. А пока... Иди учи уроки! Новая порта лайфхаков ждет тебя ровно через неделю. Кстати, оказывается, шпаргалками пользовался сам Карл Великий. Правитель не умел ни читать, ни писать. Поэтому для него сделали образец его имени и подписи. И как только нужно было заверить какой-либо документ, Карл доставал шпаргалку и с легкостью все это дело копировал. Впрочем, запрещать пользоваться такими подсказками мы тебе не вправе. Но я хочу от себя сказать, что в школу ведь ты ходишь зачем? За новыми знаниями. Поэтому с такими шпаргалками не злоупотребляй. Ну что ж, друзья мои, на сегодня эфир подходит к концу. Но не спеши переключаться с любимой кнопки, потому что далее в эфире тебя ждет много чего интересного и полезного. А с тобой мы увидимся завтра в 15.45, так что не пропусти. Если хочешь пересматривать эти выпуски, пересматривать эфиры, то заходи на наш канал в Ютьюбе, пин-код он называется, ты смело нас находи, пересматривай, ставь лайки, комментарии и подписывайся на нас во всех социальных сетях. Потому что мы ждем именно тебя. Ну что же, всем пока-пока, меня зовут Татьяна Матусевич, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok